В эфире телеканал АТВ новости в студии Евгений Кац. Здравствуйте! И главные темы выпуска. Страшный диагноз и вера в добрых людей. Маленькому Николаю необходима помощь, в которой ему уже отказали чиновники Минздрава. Берегите животных. В Улан-Удэ живодеры готовятся к акции. Каток за свой счет. В Улан-Удэ энтузиасты построили хоккейную коробку на свои деньги. Неправильные действия медиков или трагическая случайность. Годовалому Николаю еще при родах нанесли травмы. Мама мальчика уверена, если бы врачи сделали Кесарева, как и просила Ольга, таких проблем можно было бы избежать. Теперь уже другие медики ставят ребенку страшные диагнозы и не могут назначить должного лечения. Или предложить возможные варианты помощи. Николаю, как и заведено у нас в России, требуется дорогостоящее лечение за границей. Мама Николая не собирается сдаваться. И вопреки всем страшным диагнозам и предложениям отказаться от Николая, она верит. Ее сына можно вылечить, пусть и не на 100%. Эта вера поддерживает Николая. Благодаря ее силе он живет. Несмотря на страшный диагноз, миоклоническая эпилепсия, ему сопутствуют и другие. Атрофия зрительных нервов, тугоухость, кистозные изменения головного мозга, частые пневмонии. Мы перенесли две комы. На данный момент, конечно, у нас приступы увеличиваются. То есть подобрать противосудорожную терапию мы не можем. В Улан-Удэ, наверное, мы не можем этого сделать вообще, в принципе. Наши медики говорят, тяжелый ребенок, тяжелый случай. То есть, как отчитались передо мной в Министерстве здравоохранения. То есть, они отправили коленные документы в НИИ педиатрии города Москва. И, конечно же, очередной раз нам пришел отказ. Медики детской клинической больницы делают все, что могут, говорит Ольга. Она благодарит их за все. Но лечения в наших клиниках недостаточно, чтобы справиться с основной болезнью. Помощь предложили в Германии, в больнице Святого Йозефа. Она нам отозвалась, давно она отозвалась, эта клиника. Небольшие у меня заминки возникли с переводами этих наших выписок. Это немножко приступ. И, да, как раз это все у нас произошло, вот это вот, что нас ждут. Будут рады видеть перед самым Новым годом. На первую поездку и лечение необходимо 7 тысяч евро или 300 тысяч рублей. Таких денег у Ольги нет. Папа Николая оставил их. Сама Ольга все время проводит с Николаем в больницах. Помогает бабушка. Но и у нее нет таких огромных денег. Поспит. У него все тело затечет. Ему хочется потянуться, ножки вытянуть. Вот так вот. Хочется же. Они же стали крепиться у него, ускребляться. Со своим горем Ольга и Николай справляются. Хотя они спят ночами и днями. Переживают приступы каждые полчаса. Николай испытывает нестерпимые боли. И все же они надеются. Надеются на помощь обычных людей. И верят в чудо. Ольга создала страничку в соцсетях с данными счета. Его вы видите сейчас на нашем экране. Анастасия Лисова, Алексей Ионов, Первая Альтернативная. Живодеры наступают. 25 января планируется всероссийская акция докхантеров по убийству бродячих собак. Организаторы так называемой облавы призывают своих сторонников у себя на сайте. Потрудиться ударно во имя очистки городов от клыкастых вредителей. В Лануде уже начали жестоко расправляться над собаками. Дабы предотвратить дальнейшее массовое убийство животных, в Бурятии сотрудники полиции уже готовятся к предотвращению бесчеловечной акции. Тему продолжит Наталья Домбаева. Вчера мы рассказывали о случае жестокой расправы над целой семьей собак. Всеобщая любимица и ее щенки были убиты прямо у своей конуры. Чтобы выяснить обстоятельства и причину их смерти, героиня нашего вчерашнего сюжета Ирина Баханова решила передать труп одного из щенков на медицинскую экспертизу. В этом ей помогли городские зоозащитники. Сейчас мы едем в ветеринарную клинику, в государственную. Мы сдадим им труп животного, чтобы узнали, от какого яда погибло животное. И опасен, самое главное, этот яд для человека. Потому что во дворе дома, по Гвардейской, еще остались следы яда на снегу. То есть они замерзли. То есть как минимум до весны этот яд будет находиться там. По дороге мы успели пообщаться с Анной и выяснили, что девушка, так же как и Ирина, была заинтересована в поиске хозяев для уже умерших щенят. По ее словам, именно на тех сайтах, где девушки размещали информацию о собаках, живодеры и нашли своих жертв. Возможно, это дело рук докхантеров, считает зоозащитница. Я так понимаю, что докхантеры считают, что они делают благое дело, избавляют город от бездомных животных, а бездомных животных от мучительной смерти, холодной и голодной. На самом деле это не так. Буквально дело в наши руки, и мы сможем на самом деле избавить город от напасти этих животных. Докхантеры это или нет, пока неизвестно. Однако все же есть шанс выяснить, каким образом были убиты собаки. Я бы хотела узнать точно, было ли отравление данного щенка. Будет возможности? Да, возможно. Но вот, как вам объяснили, мы можем только определить качественную реакцию на крысит. Основа является крыситом, поэтому мы берем качественную реакцию крысит, определяем. Ну, вскроем, конечно, потом атомию сделаем. И если показания будут на отравление, значит, отдаем в токсикологический отдел на это отравление. Сейчас зоозащитники своей главной целью видят предотвращение подобных случаев в нашем городе. С ними заодно и сотрудники полиции. Любые факты противоправной деятельности будут пресекаться. И в этой связи МВД по республике Бурятия обращается к гражданам с предложением, в случае, если они стали свидетелями подобных преступлений, незамедлительно информировать органы внутренних дел. На экспертизу, которая покажет причину смерти щенка, уйдет некоторое время. О результатах скрытия мы обязательно сообщим в наших следующих сюжетах. Наталья Домбаева, Александр Хомоганов, Первая альтернативная. Ну а мы задали вопрос горожанам, как они относятся к действиям докхантеров. Конечно, против. Против. Вот, скажи, живое существо. Надо их, наверное, приютить куда-нибудь. Если, наверное, приюты же есть у нас, надо туда, наверное, их отводить. Ну, в таближенном порядке. Негативно, потому что, ну, у меня особо много собак, так что я бы не позволил, чтобы так с собаками обращались. Ну, если бы ими животными, хоть они даже и не имеют хозяев, и все-таки наши братья меньше, их нужно оберегать, всячески помогать. Положительно. Почему? Ну, сколько можно. Вот, загрызут, когда девушка на вас нападет, у вас будет. Тоже такое же мнение, наверное. Такие опыты, чем нет, не приветствуются. А как вы считаете, что нужно делать? Ну, чтобы делали тогда эти специализированные службы, да и все отлавливали. А собак много бегают. Я очень плохо все равно, это живые существа и жалко. Не знаю, лучше какие-то приюты делали для собак, для кошек. Ну, такими способами это очень плохо считают. Я против этого, я буддист, я не смогу этого выдержать. Я напишу президенту Путину, что животных в буддистском регионе страны нельзя убивать. Ну, конечно, резко отрицательно. Я ни в коем случае не поддерживаю. Это все-таки собака, это же всегда друг человека. И такими методами коварными расправляться с животными, это просто ужасно. Так что я никогда не поддерживала их и всех призываю этого не делать. Напомню, что республиканский бюджет на отлов содержания бродячих собак в этом году выделил 9 миллионов рублей. Но, по словам защитников животных, ни одной собаки в приют от комбината по благоустройству не поступало. Более 30 тысяч бутылок не сертифицированного алкоголя изъяли полицейские бурятии. Под видом продуктов питания продукцию доставляли по железной дороге из Московской области. Преступники обеспечивали республику такими известными марками, как «Парламент», «Пять озер», «Кристальная капля», «Царская охота», «Берлога», «Зеленая марка», «Козенка». Стоимость изъятой продукции составила 8 миллионов рублей. В рамках обысковых мероприятий было дополнительно изъято у членов организованной преступной группы 26 тысяч бутылок объемом 0,5 литров и 7,5 тысяч бутылок объемом 0,25 литров алкоголя, находящегося в незаконном обороте. В ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной преступной группы, состоящей из лиц азербайджанской национальности, которые организовали оптовые поставки избыт на территории Бурятии алкоголя с поддельными федеральными специальными марками. Насколько опасна изъятая продукция, покажет экспертиза. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 171 «Незаконное предпринимательство». Санкции статьи предусматривают 5 лет лишения свободы. Опоздал плати. К нам в редакцию обратился житель Улан-Удэ с просьбой пояснить, на каком основании работники аэропорта подняли плату за опоздание на рейс. До 1 января 2014 года обслуживание убывающего пассажира, опаздывающего на регистрацию, рейса стоило 2600. Сейчас тем, кто не успевает вовремя на самолет, придется раскошелиться на 3500 рублей. Как пояснили нам в самом аэропорту, подорожание произошло в связи с инфляцией. Это услуга, которая заключается в том, что данного пассажира отдельно проведут к воздушному судну, доставят на транспорте к нему. У нас используются автобусы и микроавтобусы для доставки пассажиров на борт воздушного судна. Отдельно с ним пройдет специалист по досмотру, отдельно представитель службы организации перевозок и передадут летному экипажу и кабинному экипажу воздушного судна. Из нововведений стоит отметить возможное появление лоукостеров в России, то есть рейсов с низкими ценами на билеты. Опоздавшие на такие рейсы пассажиры не смогут вернуть деньги за билет. В зимний спорт в ЛНД развивают энтузиасты и бизнесмены. Несмотря на заверения чиновников, от спорта найти хорошую хоккейную коробку в нашем городе не так уж просто. Содержать их в должном состоянии задачи управляющих компаний, которые особо внимания этому вопросу, увы, не уделяют. Поэтому любителям спорта приходится самим заботиться об условиях для занятий на льду. Юлия Пермякова продолжит тему. Борис Сороковиков занимается хоккеем почти 40 лет. За это время успел вырастить не одно поколение успешных хоккеистов. Среди его воспитанников – чемпионы из хоккейного клуба «Мегафон». Своей коробки не было. Ходили по Октябрьскому району, где лед был свободен более-менее. Там занимались. И вот назрела такая историческая необходимость. Занимаются здесь 45 мальчиков разных возрастов. Средний, старший, младший, школьный возраст. И команда девочек набирается. Уже 10 человек девочек тренируются у нас вместе с детской командой. Иркутские девчонки, 9-й и 10-й класс примерно, чемпионки мира по хоккею с мячом. И мы, в принципе, тоже не должны отставать. Буквально месяц назад тренер вывел своих юных спортсменов на новую хоккейную площадку. Находится она на территории 52-й школы. Эту стройку смело можно назвать народной. Строили мы сами силами родителей, старшеклассников. И хоккейный клуб «Мегафон» принимал активное участие в строительстве. Игрок хоккейного клуба «Мегафон» Трифонов Алексей из своего бизнеса вместе с супругой Ольгой Васильевной выкрутили 140 тысяч сюда на стройматериалы. В мои три зарплаты ушло сюда. И все остальное – это дело рук добрых людей. В общей сложности на строительство хоккейной площадки ушло около 200 тысяч рублей. На следующей неделе стартует первенство Октябрьского района, а затем чемпионат города. Юные хоккеисты уже активно готовятся к соревнованиям. Буквально вчера команда Бориса Сороковикова обыграла сильную сборную 49-й школы со счетом 3-0. Юлия Пермякова, Алдар Домбаев, первая альтернативная. В хоккей также могут играть жители 47-го квартала. В школе номер 49 открылась новая хоккейная коробка. Каток с пластиковыми бортами высотой более 1 метра. Изготовлен по современным технологиям. Оборудование привезено из Казани. Стоимость вместе с изготовлением, доставкой и установкой составила миллион рублей. Это первый муниципальный каток, построенный в спальном районе города. Для детей это очень здорово. Сейчас у нас в работе начинает и секция фигурного катания будет, и конечно же секция хоккея. У нас уже есть порядка около 50 ребят, которые занимаются секцией. Здесь стояла старая древняя хоккейная площадка, деревянная, уже практически развалившаяся. Но она была единственная в городе, вообще единственная в городе. И все хоккейные матчи, хоккеистов, взрослых мужчин проходили только у нас на 49-й школе здесь. Лед на катке выдерживает перепады температуры до минус 50 градусов. Срок службы от 15 до 20 лет. В теплое время года здесь можно играть в футбол или любые другие подвижные игры. После торжественного открытия состоялся товарищеский матч между командами «Союз» и «Байкал». Позже на каток вышли учащиеся школы номер 49 и 52. Ну а после них свое мастерство показали фигуристы из клуба «Сияние». Ужель та самая Татьяна? 25 января в России отмечают «Татьянин день». Это, пожалуй, единственные именины, которые отмечаются так широко. Свою известность праздник получил благодаря Дню студента, который отмечают в этот же день. 25 января 1755 года имперантрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. С тех пор Татьяна считается покровительницей студентов. Героини нашего следующего сюжета уже давно закончили вузы, но этот праздник непременно отмечают. О Татьянах, которые всегда на страже порядка, расскажет Наталья Кладникова. Это милая и хрупкая женщина – гроза всех новобранцев. Только за 2013 год через нее прошли почти 2000 желающих работать в органах внутренних дел. Большую часть имена она забраковала. Тестирование новичков – лишь часть ее работы. Главная обязанность Татьяны – повышение морально-психологической устойчивости личного состава полиции. Она может по почерку, музыкальным пристрастиям и нескольким тестам нарисовать психологический портрет человека. А недавно она помогла раскрыть тяжкое преступление, просто побеседовав с подозреваемым. И поступила жалоба, что якобы он совершает насильственные действия и сексуальный характер в отношении совершеннолетней своей падчерицы. Когда я разговаривала с этим человеком, оказалось, что он не в наркотическом состоянии, а в алкогольном, просто у него психическое заболевание. И впоследствии он сам дал признательные показания того, что он совершал такие действия. В этом году Татьяне на заслуги оценили на высшем уровне. Она стала лучшей по профессии в России среди психологов МВД. Татьяна считает, что во многом удача ей благоволит благодаря имени. Татьяна, что в переводе значит «устроительница», «учредительница» очень ей подходит. Я хочу сразу ответить и, наверное, дать совет всем, что каждый должен любить свое имя. Бывают люди, что недовольны своими именами, это неправильно. То, что вам дали с рождения, вы должны это любить. И поэтому, конечно, я свое имя люблю, но я действительно довольна своим именем. Может быть, оно где-то кажется немного своеобразным, старомодным, но я люблю свое имя. Капитан полиции Майорова. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему фары не включаете? Ох ты, блин. Ну. Забыл. Забыли. Свою фамилию Татьяна произносит чаще, чем имя. Она знает, что в своем роде уникальна. Конечно, нечасто на дороге можно встретить женщину-инспектора. Когда водителей женщину останавливают, они просто сильно удивлены, что женщина. Ну, конечно, бывает такое, что улыбается водитель, там с улыбкой подают свои документы. Сразу спрашивают, ой, как красиво, что женщина у нас стоит почаще бы так. Несмотря на знаки внимания и комплименты, Татьяна не дает спуску тем, кто нарушает правила дорожного движения. В круг ее непосредственных обязанностей входит разбор ДТП. Именно она решает, кто прав, кто виноват. И только по праздникам выходит на дорогу. Здравствуйте. Все здороваются водители всегда, женщины. Я это тоже замечать стала. В органах внутренних дел Татьяна работает больше 10 лет и не считает, что полицейский – не женская профессия. Поблажек она тоже не ждет. Каждый квартал она, как и все ее коллеги-мужчины, сдает норматив. Почти всегда попадает в десятку и не жалуется на нехватку времени. А свои именины она, как всегда, отметит на посту. Наталья Окладникова, Алексей Ионов, Александр Хмаганов. Первая альтернативная. Это не только светский, но и церковный праздник. Святая великомученица Татьяна родилась в богатой и знатной римской семье. Достигнув совершеннолетия, она решила не выходить замуж и приняла обет целомудрия. Во время гонений на христиан Татьяна была схвачена и подверглась долгим изощренным пыткам. Однако следы мучений чудесным образом с ее тела исчезли. В итоге разъяренные мучители казнили Татьяну. С тех пор она почитается как святая мученицев и в православной, и в католической церквях. Среди публичных и влиятельных персон Бурятии довольно много Татьян. Пожалуй, самая известная Татьяна Республики, министр экономики Татьяна Думнова. Дама с семейскими корнями. Она известна своим пристрастием к ярким нарядам и особенно крупным бусам. В правительстве есть еще одна менее экспрессивная, но уж точно не менее эффективная Татьяна, министр социального развития Татьяна Быкова. С ее приходом на пост министра ситуация в социальной сфере, которую сотрясали скандалы и конфликты, постепенно успокоилась. В информационной сфере, как и в правительстве, обнаружились сразу две влиятельные Татьяны. Чиковинская, фактически исполняющая сейчас функции руководителя пресс-службы Вячеслава Наговицына. И Монтатова, генеральный директор телекомпании «Аригус». И с недавних пор депутат Хурала. Пара известных Татьян есть и в сфере искусства и культуры. Это Татьяна Бараноева, директор Национального музея Татьяна Штырева, известная певица и педагог. Мы поздравляем всех Татьяны и студентов с завтрашним праздником. Один день в должности полицейского. Ко дню студенты в ВД также подготовили ряд мероприятий. Сто студентов различных вузов сегодняшнего дня получат возможность пройти краткую стажировку в должности полицейского. О работе внутренних дел студентам рассказал Олег Калинкин, заметив, что эта работа очень сложная. Конечно, определенная специфика есть. И что-то получается, что-то не получается. Конечно, как в каждом субъекте, так и Министерство внутренних дел по Республике Бурятия проводит определенную работу по декриминализации нашей Республики достаточно. Ситуация, она непростая, поверьте, уважаемые коллеги. И у нас достаточно высокий уровень преступности в Республике Бурятия. У нас мы входим в 10 худших регионов по такому критерию, который оценивает администрация президента Российской Федерации. Это количество преступлений на 100 тысяч населения. По замыслам организаторов акции, поможет ребятам изучить специфику и нюансы службы в органах внутренних дел, а также предоставит для молодежи шанс получить полную и достоверную информацию о работе в полиции. 25 января отмечают свой праздник и студенты. Сегодня сотрудники госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения вышли на улицы города и вручили поздравительные открытки студентам. Кроме пожеланий хорошо учиться, школьники призвали их соблюдать правила дорожного движения. Здесь написано 25 января, Татьянин день. На следующей стороне написано поздравление. Я желаю студентам, чтобы они не нарушали правила дорожного движения, чтобы у них было все хорошо. Большинство студентов положительно отреагировали на выступления юных инспекторов движения. Спасибо вам за такое поздравление. Мы, конечно, будем соблюдать все правила движения. Ну и будем примерными пешеходами. Старайтесь, учитесь, прогуливайте, поступайте в институты. Продолжайте свои дела. В данном мероприятии мы хотим призвать всех студентов соблюдать неукоснительно правила дорожного движения, переходить дорогу очень осторожно, а также, находясь в транспортном средстве, пристегивать, использовать ремни безопасности. В этом году акция прошла около технологического университета. В прошлом году здесь погибла студентка вуза, которая переходила на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники ГАИ еще раз напоминают водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными. На этом у меня все. Сразу после нашей программы смотрите рубрику «Улан-Удэ-Лайф». Я же с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова